Всем привет! Сегодня у нас с вами на повестке дня обзор еще одного бюджетного профессионального бренда. И вообще в целом идея этого обзора у меня возникла из того, что мне надоели одни и те же марки. Мне хотелось что-то новенькое попробовать, что я еще никогда не пробовала. Отсюда собственный польский бренд Pierre René. Я никогда не сталкивалась с этой косметикой. Насколько я знаю, этот бренд очень популярен в Польше и там очень много представителей. Но тем не менее, этот бренд настолько быстро развивается, что он уже представлен в очень многих странах. Я для того, чтобы опробовать воду, сразу не стала заказывать абсолютно все. Мне так хотелось выборочно выдернуть несколько позиций. И сегодня я это все, естественно, буду демонстрировать у себя на лице. Если вы раньше тоже не сталкивались с этим брендом, мне кажется, что обзор будет для вас интересен, чтобы сразу понять, что приблизительно он из себя представляет. И если вы наткнетесь на него где-то в магазине или в интернет-магазине, то будете знать, на что обращать внимание, на что нет. Ну и, конечно же, давайте приступать. Я уже начала макияж глаз, потому что среди палеток теней, в принципе, в этой марке я ничего интересного не нашла. Единственное, что меня заинтересовало, это их рассыпчатые тени-пигменты. Я себе взяла на пробу оттенок номер 15, который называется Old Gold. Вообще, в целом, вот такие вот оттенки часто бывают очень интересными, то есть такое состаренное золото. И в зависимости от того, как вы их применяете, они могут больше отдавать одним или другим цветом. Например, если вы используете базу с зелеными тенями, то, конечно, он вытянет немножко больше зеленцы. Если же вы используете эти тени на какой-то золотой подложке, то будет больше золота. Я сегодня хочу этот оттенок нанести просто на голое веко для того, чтобы наилучшим образом продемонстрировать вам оттенок. А единственное, что я нанесу сначала, это будет база под глиттер от NYX. Я вам абсолютно не советую пользоваться рассыпчатыми пигментами без каких-либо баз вот такого вот формата, потому что иначе вы просто не раскроете их полный потенциал. А блестеть они умеют очень круто. Конечно, если рассматривать просто цену за один-единственный пигментик, малюсенькую вот эту вот баночку, то вроде бы как выглядит и дорого. Но, естественно, такие оттенки нужно брать только те, которые, ну, прям экстра красивые, которые вы точно будете использовать в своей коллекции. Это я к тому, что не стоит брать какую-нибудь голубую лагуну, если вы знаете, что вы голубой макияж никогда не делаете. Но какую-то красивую бронзу, какое-то красивое золото, что-то вот такое действительно яркое, ну, яркое не в плане цвета, а именно броское что-то. Вот одну-две баночки можно себе заиметь, потому что реально красиво, и такие пигменты выводят макияж на новый уровень. Так, а я сейчас вооружусь обычными тенями, закончу макияж на верхнем веке, и вернусь к вам, когда мы будем с вами уже оформлять нижнее веко. Так, самое время нам с вами вернуться к консилеру. И почему говорю вернуться, потому что я его уже использовала в качестве базы под тени на верхнем веке. В качестве базы он справляется отлично, замечательно выравнивает общий тон века. Консилера этого здесь по объему 7 мл, что достаточно немало, и срок годности у него 6 месяцев. По составу, в принципе, это достаточно стандартный такой химический состав, ничего там супер плохого, ничего супер хорошего, просто обычный, скажем так, консилер. И сейчас я хочу его также использовать еще и для зоны под глазами. Консилер этот стоит действительно недорого, и я бы его описала в первую очередь как очень легкий по своей текстуре. Я бы сказала, что у него среднее покрытие, но при этом текстура у него очень водянистая. Такое впечатление, что такого рода консилер вообще ничего не перекроет, ну вот когда просто смотришь на текстуру, но потом начинаешь растушевывать, и понимаешь, нет, все-таки перекроет. Зона под глазами у меня однозначно сейчас посвежела. Если у вас очень темные круги под глазами, я не уверена, справится ли он с ними. Ну и в принципе, вообще, когда очень темные круги, лучше сначала пройтись корректором, а потом консилером. Из-за того, что этот консилер очень жидкий по своей текстуре, если его не закрепить, он, конечно же, завалится во все морщинки и будет заваливаться и заваливаться и заваливаться. Поэтому такую текстуру обязательно нужно закреплять, и я сейчас просто срочно буду это делать, потому что я уже несколько раз поправляла его. Перед тем, как закреплять его, обязательно снова его поправьте, лучше вот так вот даже пальцем пройтись, и только после этого закрепляйте, то есть ни в коем случае не закрепляйте уже скатавшийся консилер. Вы, кстати, когда-то замечали, что когда девушка делает макияж, это просто парад дебильных выражений лица. Так, консилер я закрепила. В целом могу сказать, что он неплох. Действительно неплох, учитывая его бюджетную стоимость. И если рассматривать этот бренд в целом, вот так вот посмотреть на ассортимент, то я не могу сказать, что это слишком бюджетные цены. Это скорее что-то среднее между мидл-маркетом и бюджетной косметикой, потому что некоторые отдельные позиции прям реально дороговато стоят. Но вот этот консилер один из недорогих, и если вы в бюджетном сегменте что-то такое ищите, и вам нравится то, что вы видите, и в конце дня, кстати, вы обязательно посмотрите на его стойкость, то тогда имейте в виду. А теперь давайте поговорим о том, что мне просто абсолютно не понравилось. И это тушь от Pierre René, которая называется Long Lash Mascara. То есть нам этот тюбик обещает, что у нас будут длинные ресницы. Вообще, вы меня знаете, мне трудно комментировать туши, и обычно я крашу, и так, ну, вроде с моими ресницами ожидать какого-то чуда бесполезно, но вот с этим экземпляром я реально поняла, что остальные туши в моей коллекции просто божественные. И есть у меня такое небольшое подозрение, что эта тушь уже испортилась. То ли она в принципе такая плохая, но она как будто вообще не хочет красить мои ресницы, и она настолько сухая. И ресницы с этой тушью такие маленькие, невзрачные, щупленькие, тоненькие, что их хочется аж обнять, погладить и сказать, не переживай, все будет хорошо. Это не твоя вина, мы найдем тебе пару получше. Короче, не знаю, может быть и есть, конечно, фанаты супер сухих формул туши, но это точно не я. В качестве тона я сегодня буду использовать вот эту тональную основу, которая называется Skin Balance Cover Fluid Foundation. Здесь стандартные 30 мл, срок годности 12 месяцев. У нее достаточно базовый состав, и эта тональная основа на силиконовой основе. Упаковка, на мой взгляд, очень симпатичная, и вообще в целом этот бренд выглядит очень профессионально. Если вы визажист с небольшим бюджетом, то вполне можете обращать внимание на некоторые позиции этого бренда, потому что в целом выглядит красиво. И если ваш клиент увидит у вас в наборе вот такого рода косметику, не создаться впечатление, что это что-то прям супер дешевое, и вас чем-то красит таким непонятно чем. И я знаю, что начинающим визажистам очень трудно приходится, когда нужно собрать первый свой набор косметики, и невозможно изначально вложить просто тысячи и тысячи долларов для того, чтобы все купить или люксовое, или премиум класс. Но в то же время вот на выручку часто приходят вот такие вот бренды, которые как раз-таки в этой ситуации спасают. По своей консистенции она достаточно плотная, то есть, как видите, она держится на палитре, абсолютно не течет. Оттенок этот, как я уже, по-моему, вам сказала, номер 18. И здесь нужно отдать должное этому бренду, растяжка оттенков у них действительно неплохая. То есть, можно взять и гораздо посветлее, чем вот этот оттенок, и потемнее, чем этот оттенок. То есть, они стараются угодить абсолютно любой демографии. Ну и так как они производят свою косметику в Евросоюзе, то, естественно, и клиентура у них тоже очень разная. Соответственно, они должны всем угодить. И мне кажется, они неплохо с этим справляются. Опять-таки, что касается покрытия, то у этой тональной основы среднее, может быть, чуть выше среднего покрытия. Общий тон лица она выравнивает просто элементарно. И также перекрывает разные еще мелкие неприятности, такие, как мелкие какие-то прыщики, мелкие пигментные пятна, какие-то неровности тона и так далее. Однозначно, эта тональная основа лучше подойдет для более молодой кожи, потому что она немножко суховато и немножко инородно выглядит в возрастном макияже, но в то же время это далеко не самое отвратительное. Ну и давайте сразу, чтобы далеко не ходить, я вам покажу, как продержалась эта тональная основа на протяжении дня. Я ее нанесла, вот, грубо говоря, в 12-30 дня. Для моего сухого типа кожи вот такие вот силиконовые тональные основы это, наверное, не самый лучший выбор, потому что они на мне местами начинают выглядеть очень сухо. И в основном они больше таргетированы для более комбинированной жирной кожи, потому что эти силиконы достаточно быстро испаряются с вашего лица, и остается такой вот как на вид, как будто припудренный пигмент. И на более жирном типе кожи это начинает напоминать просто такую вот красивую бархатистую кожу, когда на более сухой коже это начинает выглядеть как немножко такой пересушенный финиш. И мы с вами продолжаем. На очереди у нас жидкий хайлайтер, или, как они его называют, Liquid Shimmer. У меня это оттенок, который называется 01 Champagne. По своему формату он мне очень напомнил хайлайтер от L'Oreal Glow Mon Amour, и, в принципе, вот так вот на них посмотришь, кажется, что L'Oreal больше по объему, хотя нет, здесь абсолютно одинаковый объем, и там, и там 15 мл. Вот такая вот иллюзия обмана. Видите, он немножко так странно оседает в бутылочке, и по всей окружности видно вот этот вот металлический пигмент, поэтому перед применением с ним нужно так конкретно в дятла поиграть, а во-вторых, его отличает то, что он просто деликатнейший. Вот если есть воплощение деликатности в хайлайтере, то это, наверное, вот этот вариант. Легкий или, скорее, даже легчайший такой вот металлический эффект, не влажный, а именно металлический. А еще здесь пипетка такая странная, такое впечатление, что носик отвалился и где-то там в середине потерялся, но нет, все так и задумано. Как видите, у него изначально такой вроде бы как рыжий оттенок, но начинаешь его растушевывать, и он превращается просто в такое что-то телесного оттенка, и, кстати, очень сильно из-за этого сливается тоже с общим тоном лица, поэтому какого-то конкретного цвета вы здесь не увидите. И очень-очень деликатное такое вот свечение остается, в то время как если я рядом, например, сделаю лореаль, то вы увидите, насколько более металлический лореаль по сравнению с Пьер Рене. Это из тех вариантов, которые не то чтобы невидимые, потому что есть такие хайлайтеры, их часто рекомендуют как раз-таки для возрастного макияжа, которые практически незаметны, то есть это такой легкий-легкий сатин. Этот же скорее все равно остается металликом. И последнее, что у меня осталось, это бронзер. Этот бронзер называется Терракота Паудер, и он, на мой взгляд, выбился так из общей линейки Пьер Рене, потому что в этом бренде все такое в профессиональной строгой черной упаковке, а тут просто так бац. Бронзер этот у меня в оттенке номер один Чили Бронз, и там два варианта, насколько я помню, один теплый, второй холодный. Я решила в этот раз взять холодный, и не ошиблась, мне очень нравится этот оттенок. Бронзер действительно очень красиво выглядит, как что-то среднее между корректирующим средством и бронзером. Но скорее все-таки это бронзер, нежели корректор. По стоимости, по-моему, бронзер один из самых дорогих из всего, что у меня есть от этого бренда. И здесь уже скорее вам решать, насколько вы считаете эту цену оправданной. Я считаю, что немножко все-таки дороговато. Да, бронзер классный, бронзер красивый, оттенок именно такой правильный. Ничего плохого сказать я не могу. На мой взгляд, этот бронзер очень красиво выглядит на лице, но, как говорится, все познается в сравнении, и я вам хочу показать сравнительные свотчи рядом с еще двумя бронзерами, которые достаточно ярко демонстрируют отличие оттенков между ними. И, как видите, Пьер Рене посередине, слева от него Мейбелин. Он выглядит гораздо более оранжевым и красным, даже я бы сказала. И справа от него Дебаум. На фоне других двух оттенков он выглядит гораздо более нейтральным и оливковым в то же время. Этот продукт действительно самый дорогой из всего, что я вам показывала, из этой марки, но он в то же время и самый какой-то уникальный. Короче, губа не дура. Как обычно, мне понравилось то, что самое дорогое. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, то вы можете сейчас как раз этим и заняться. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.